Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Светлана Волкова и я рада вас вновь приветствовать на своем сайте www.mirchurch.lanova.ru либо на своем канале на YouTube. Я продолжаю свои уроки по работе в программе «Кройстич про фальшную платину». Сегодня я буду рассказывать вновь о печати. Это вторая часть моего рассказа по печати. Еще будет урок об экспорте в PDF, JPEG, графические форматы. Кто не смотрел первую часть, обязательно посмотрите. Я уже писала на сайте, сейчас озвучу это в уроке. Писала я о том, что если в моем уроке программа выглядит не так, как программа, которую вы установили на своем компьютере, то я рекомендую просто скачать обновленную сборку и переустановить, если у вас была наша сборка. Если у вас была какая-то старая версия 2008 года, которая обычно ходит по интернету, то лучше ее снести и затем установить нашу сборку. Дело в том, что мы периодически исправляем ошибки в русификации, поскольку, например, в русификации вот этой программы участвовало три человека. Первый русификатор к программе «Кройстич про фальшную платину» был сделан мистером Чарли. Затем над русификацией работали мы с Тираном. И периодически мы находим неточности перевода. Это касается не только программы «Кройстич про фальшную платину», это касается и программы «Патентмейкер», и программы «Писи стич». Как только мы находим, в частности, я, когда делаю уроки, нахожу какую-нибудь неточность в переводе, мы исправляем и просто обновляем сборку. Поэтому просто берите и переустанавливайте сборку. Теперь давайте вернемся к печати. Итак, как я говорила, настраиваем печать. Нужно открыть меню файл «Печать». И в прошлый раз я рассказывала, как здесь настраивать область, ключ, размеры, сетка и формат. Здесь я долго-долго рассказывала, как можно распечатывать бэкстич, а также символы. Кстати, здесь мне не очень нравится разнообразие того, как можно печатать бисер. Здесь можно либо в цвете, контур, либо контур с точкой. В отличие от французского узелка, французский узелок можно еще символы печатать. А вот с бисером, конечно, тут надо подумать. Если он у нас разный, то здесь то ли в продациях серых его печатать. Мне кажется, разработчик не очень продумал этот вопрос. Но еще здесь не говорила о режиме шелкографии. Я не буду о нем рассказывать. Это режим печати на ткани. Печатать хардангер в цвете – это само собой понятно. Следующее мы рассмотрим, какие настройки у нас в разделе «Опции». В разделе «Опции» можно настроить то, что мы печатаем на каждой странице. Можно сказать, красоту страницы. Что же здесь можно настроить? Во-первых, можно настроить печать центральных меток. Печатать либо не печатать нумерацию сетки. Причем, как вы видите, здесь есть такой разделчик «Печатать» либо числа над линиями. То есть мы можем печатать числа над главными вот этими жирными линиями, либо между линиями. Я вам как раз демонстрирую тот случай, когда у нас печатается цифра над главной линией. А это вот как раз случай, когда галочку мы не ставим, то мы видим, что цифра у нас печатается рядышком. Что здесь можно настроить? Обязательно смотрите, чтобы была поставлена галочка, чтобы печатать сетку. Номера страниц. Здесь вы можете по выбору либо название на каждой странице. Вот здесь у нас есть галочка. Либо дизайнер тоже на каждой странице, либо только на первой. И можно отдельно, как вы понимаете, распечатать не бэкстичи. Если мы, допустим, здесь уберем галочку, то у нас схема будет распечатываться без бэкстичей. И отдельно можно как бэкстичи, так и не бэкстичи. Так что такое линия разметки, это можете не трогать, линия разметки это конструкционные линии, которые делаются вот здесь вот в опции инструмента издателя, затем изображение фона, как вы понимаете, здесь можно распечатать изображение с фоном, с подложкой, я думаю, что это скорее всего применимо для частичной какой-то вышивки, то есть можно распечатать на той же самой ткани изображение фона. И здесь можно отрегулировать, печатать разделители стежков 3 четверти, 1 четверть и сплит стежков, то есть печатать тоненькую линию или нет. Вот я для примера нарисовала несколько стежков 3 четверти, 1 четверть и сплит стежки. Сейчас я вам просто покажу разницу. Вот я ставлю разделители, сейчас мы посмотрим, как это выглядит все в печати. Для наглядности я сделала цветные значки, вот так вот это выглядит в печати, если мы ставим галочки. Не ставим галочки, разделителей у нас нет. Далее можно печатать на каждой странице слово, страница и номер, можно здесь русским словом все назвать. Здесь я говорила о примечаниях, можно печатать примечания, которые можно добавить вот здесь от информации, либо не печатать. Здесь выбираем ориентацию, здесь можно, если у вас многостраничная схема, можно распечатать карту страниц. Вот допустим у меня вот такая вот большая многостраничная схема, если я поставлю галочку, я сейчас покажу, как выглядит карта страниц. Вот она в самом низу, это карта страниц, и вот если у меня здесь третья страничка, то на карте страниц это все видно. В общем-то для большой схемы очень удобная вещь. Затем здесь у нас есть такой разделчик, печатать каждую страницу как отдельное задание. Честно говоря, не понимаю, что она делает, сколько я не смотрела. Чем отличается печать, когда я ставлю галочку от того, что не печатать, я не поняла. В мануале, кстати, не нашла про эту замечательную функцию, поэтому ничего сказать по этому поводу не могу. Давайте продолжим, перейдем к следующему разделу. В этом разделе можно настроить, как распечатываются поля, как распечатывается перекрытие стежков. Тут как раз подойдет большая схема. Если мы хотим, чтобы у нас печаталось перекрытие стежков, мы выбираем эту опцию, говорим, сколько нам стежков нужно для перекрытия. Я поставила два, и можно здесь выбрать стиль. Вот здесь вот стиль перекрытия, такой, какой вам нравится. Здесь вот есть готовые цвета, но еще здесь можно даже цвет тени выбрать. В общем, выбор по вашему вкусу. Давайте я вот этот вот выберу и говорю. Окей. Здесь можно выбрать, центрировать схему на странице или нет. И здесь такая интересная функция разрыва. И страницы только на крупной линии сетки. То есть страница у вас прерываться будет именно на 10 клеточках. Сейчас я покажу, каким образом это видно в схеме. Вот у меня две рядышком странички. Вот здесь как раз мы видим перехлёст. Здесь как-то мне не очень нравится, можно изменить перекрытие стежков. А здесь вот как раз видно, что у нас страницы прерываются только на главных линиях. Ну и после того, как мы все настроили, то есть еще раз просматриваем область, ключ, размеры, сетка. И проверяем, если у нас такая вот простая схема, если нет у нас в этой схеме цветовых схем, то есть других схем в другом цвете аппетита, то можно нажимать функцию предпросмотра. И сразу говорю, если вы первый раз нажимаете эту функцию и у вас схема большая, то программа немножко тормозит. И нужно подождать, пока эта функция предпросмотра сработает. После того, как вы сделали все настройки, вот так вот можно просмотреть все. Как я вам рассказывала, левая кнопка увеличивает, правая уменьшает. Здесь у нас вот одна страничка, здесь у нас полный ключ в черно-белом варианте. И я добавила длину нитей. Вот таким образом можно просмотреть. И теперь, если в вашей схеме есть так называемые цветовые схемы, что значит цветовые схемы, я вкратце вам напомню. Цветовые схемы, это если у вас для одной и той же схемы есть различные цветовые решения. Вот я, допустим, для этой маленькой схемы сделала еще одну цветовую схему. То есть первая это у нас мастер, а вторая у нас просто что-либо в другой цветовой угол. И все, что вы делаете, допустим, в какой-либо из схемы, рисуете дополнительные стишки, что-то там изменяете, у вас автоматически изменяются все цветовые схемы. Единственное, что не изменяется, не изменяется именно цветовая гамма. И в программе есть специальная возможность распечатать каждую цветовую схему. Вот если вы кликнете на эту функцию, то можно настроить распечатку каждой цветовой схемы. Теперь я обещала вам рассказать, каким образом в программе «Крустич прохожу на платину» можно красиво распечатать полукрест. Как я уже рассказывала, возможности здесь две. Либо печатать полный размер символа, либо вот здесь есть два пяти-то по диагонали. Но лично я считаю, что удобнее печатать полный размер символа. В каком случае это можно сделать? В этом можно сделать топ-случае, если у нас для полукреста выделен отдельный символ. Как, например, вот в этой схеме. Если мы найдем здесь полукрест, давайте его подсветим, то мы увидим, что для этого символа существует только полукрест. Креста для этого символа нет. И то есть его можно спокойно распечатывать. Давайте еще что-нибудь посмотрим. Вот, допустим, вот здесь еще есть полукрест. Проверим его тоже. Для этого цвета только существует полукрест. То есть можно в данном случае воспользоваться функцией программы и печатать полукрест одним символом. Посмотрим первые две странички. Вот здесь у нас как раз полукрест. Это один символ. А вот здесь я сделала такой небольшой примерчик, чтобы показать вам другой случай. Вот у нас как раз вот этот цвет 745. Если я его выделю, то у нас видно, что для него есть как полукрест, так и крест. Что делать в этом случае? В этом случае я предлагаю вам такое красивое решение, но это не я придумала. Это было так написано в мануале. Для этого мы применим возможности распечатки цветовых схем. Что для этого нужно сделать? На самом деле все очень легко и просто. Мы делаем вторую цветовую схему. Цветовые схемы можно либо здесь назначить, либо просто кликаем правой кнопкой мыши и говорим, у нас появилась новая цветовая схема. Вот у нас теперь есть мастер и альтернатив 2. Но я для наглядности ее назову. Назову ее полукрест. Вот переименовываем. Итак, у нас две цветовые схемы. Для каждой цветовой схемы, как я рассказывала, можно печать настроить отдельно. Давайте я сделаю цвет символом. Вот как мы видим, вот этот цвет у нас вот таким вот символом обозначим схемы. Итак, для мастера мы оставляем все как есть. Идем в полукрест. Для цветовой схемы, которая называется полукрест, мы изменим вот этот символ. Идем в палитру. Нажимаем заменить символы палитры. Вот здесь какой-нибудь возьмем вот этот. И вот у нас вот этот цвет. Вот цвет у нас выделяется. И мы выбираем любой символ, который нам нравится. И заменяем. Вот видите, у нас теперь здесь символ для этого цвета. Именно для цветовой схемы, которая называется полукрест, заменился. Теперь что мы делаем дальше? Дальше мы идем в печать и настраиваем все, как нам нужно. Значит, ключ удаляем, шаблон на всякий случай, размеры, сетка. И вот здесь все проверяем, чтобы у нас все было прекрасно и хорошо. И затем здесь настраиваем печать для цветовых схем. Печать можно настроить одну. Полный крест у нас печататься будет, как для цветовой схемы мастер. А вот полукрест мы изменим. И будем печатать, как для схемы полукреста. И бэкстич остается у нас, как в схеме мастер. И давайте просмотрим, что же у нас с этого всего получилось. Да, еще забыла сказать, что за полукрестом, естественно, у нас будет печататься полный размер символа. Вот у меня открылся файл предпросмотра. Здесь мы видим титульный лист. И вот здесь у нас как раз мы видим, что все у нас получилось. У нас получился здесь ключ. Если мы посмотрим внимательно, 745 крестом у нас один символ, а полукрест у нас совсем другой символ, хотя цвет один и тот же. Вот таким вот образом можно решить проблему с красивой распечаткой полукреста. Ну и что мне еще хотелось вам показать? Показать, как распечатывается в программе Петит. Вот я нарисовала некую абстракцию. Как мы видим, здесь есть крест и вот таких три области. Давайте посмотрим, каким образом здесь можно распечатать Петит. Все настройки делаем, как всегда. В конце открываем опцию Петита. Что здесь можно настроить? Здесь можно настроить, чтобы каждая область Петита у нас распечатывалась отдельно. И количество стежков Петита, когда эта область считается отдельным. Ну я поставила цифру 10 и как мы видим, программа автоматически определила, что здесь, как и на самом деле, три области с Петитом. Теперь здесь же можно определить тон основной схемы, то есть каким образом затеняется область Петита. И здесь же можно области Петита переименовать. Давайте так и оставим две буковки П латинские. И они будут различаться по буквам. Поскольку у нас тут три области, значит будут три латинские буквы. И давайте просмотрим, что же у нас в итоге получилось. Посмотрим, что же у нас получилось. Причем я хочу сказать, что здесь не очень все сразу корректно работает. Я после долгих мучений получила то, что хотела. По идее программа должна так работать. Мы видим, здесь у нас три области. Петита, петит В, петит С. И смотрим дальше. Здесь у нас ключ, полный ключ, как я хотела. И затем у нас по отдельности печатаются области. Области А, область В и область С. Вот таким образом, по идее, все правильно должна программа печатать. Но хочу сказать, что я тут очень много раз просматривала, прежде чем добиться от нее имена. Вот того, чтобы она мне распечатывала как надо. Еще о чем я хотела вам рассказать в этом уроке о печати, особенно тем, кто разрабатывает схемы и применяет в палитре нитки разных производителей, имейте в виду, что сама программа не различает, что вы применяете палитры двух производителей. Я здесь долго билась с этой проблемой и выяснила, что если я даже поменяю бисер и назначу, вот в данном случае у меня бисер палитры вот пресиоза, то при распечатке программа нам пишет, что это все нитки Риоли Сволл. Сейчас я вам покажу вот на этом примере. Вот я хочу вам показать. Вот здесь вот у меня ключ. Если мы присмотримся, здесь бисер, у нас тоже пишется Риоли Сволл. Программа не различает, что бисер совершенно в другой палитре. Но тут я ничего не могу сказать. Так устроена программа. Я очень многие схемы проверяла и убедилась, что чего бы я тут не применяла, программа делает все, как будто я, даже бисер, выбираю в палитре, в данном случае Риоли Сволл. Это, можно сказать, бак самой программы. Какой выход из данного положения, можно либо написать здесь информацию, так сейчас пока не открывается, что это бисер пресиоза. И вот у меня функция предпросмотра. Здесь у меня полностью схема. Вот здесь вот у меня примечание печатается. Бисер, я пишу бисер палитра пресиоза. Где примечание? Я напоминаю, примечание пишется здесь. Вот оно у меня примечание. Либо можно просто залезть в шаблон и написать там, что это, вот здесь вот изменить шаблон, и написать, что это бисер пресиоза. Для этого открываем шаблон, который, как я говорила, страшно выглядит. И находим здесь, в этом списке, где у нас можно изменить название бисера. Допустим, вот здесь, смотрите, по-русски бисер. Здесь можно просто по-русски написать. Вот, я подписала, что бисер пресиоза. Говорю ОК. И дальше смотрим, что же у нас получилось. Вот у нас ключ. И здесь у меня, как видите, внизу написано, что это вот... Я здесь увеличу, что это бисер пресиоза. Так, что-то у меня не видно. Ну, вот здесь вот бисер, две бисеринки пресиоза. Можно либо так, а вот если, допустим, крейник добавлять, то, наверное, я не знаю, как писать. Наверное, написать как-то в примечаниях. Или указать это специальным образом. Ну, вроде бы по распечатке я уже все, что могла, вам рассказала. Осталось рассказать, что здесь можно еще печатать органайзер. Давайте посмотрим, что же это за штука органайзер в программе. Крустич Профессионал Платинум. Здесь можно назвать каждую полоску органайзера. Давайте попробуем это сделать. Вот я верхний колонн-титул обозвала Фуксия. Нижний не буду обзывать. Давайте посмотрим дальше, как же можно определиться с нитями. Здесь я вам советую вообще не заморачиваться. Я лично оставила все цифры, которые были здесь по умолчанию. Здесь можно изменить, чтобы печаталось на органайзеры номера по порядку. Участки цветов можно печатать, можно не печатать. И название цветов. Ну, по поводу печатать ли неиспользуемые цвета, я как бы думаю, зачем они вообще печатаются. Я не ставлю здесь галочек. И страница. Здесь можно указать, сколько карт на листе можно печатать. И сейчас мы посмотрим, что же у нас получилось. Для того, чтобы посмотреть, мы нажимаем экспорт. Это как бы предварительный просмотр. И можно как-то сохранить в каком-нибудь формате. Вот так вот выглядит у нас органайзер. Это как раз метки для отверстий для ниток. Тоже их можно печатать, либо не печатать. И здесь у нас как раз участки цветов и название цветов. Можем либо печатать, либо просто даже сохранить в формате. Либо PDF, вот здесь вот, если вы откроете. Либо можно в формате JPEG сохранить и распечатать. Я сохранила в формате JPEG. Вот таким образом можно на полоски разрезать этот лист. Возможно, куда-то еще приклеить. Возможно, есть такая в программе Кройстечь про Кройстечную платину. Наверное, на этом я буду завершать второй уже урок по печати. Как вы поняли, печать здесь очень-очень навороченная. Я не знаю, зачем разработчик сделал такую навороченную печать. Это надо спрашивать у него. Моя задача была лишь вам рассказать, каким образом здесь настроить печать. Что я, в общем-то, и сделала. Если будут вопросы, обязательно задавайте. Следующий урок, связанный непосредственно с печатью, это как раз экспорт-схема формата PDF и формата JPEG. Там уже все не настолько сложно, не настолько трудно. До новых встреч, всего доброго и ровненьких к вам крестиков.